Хей-хей-хей! Хочешь помочь мне стать первым блогером в СНГ с пони и аниме-контентом, заработавшим миллион подписчиков? Для этого вам надо лайкнуть это видео, подписаться на мой канал и поделиться моим каналом в социальных сетях. А если у тебя на канале больше 2000 подписчиков, то и сделать пост моего канала у себя в сообществе канала. Приятного просмотра! Всем привет, моя зелёная банда, с вами Fluttergreen и... У меня для вас есть одна новость. Я каким-то боком умудрился эту часть, когда пробуждаются демоны, пропустить. Я понятия не имею, как это произошло вообще. Но по сути, когда вышла вот новая недавняя часть, когда пробуждаются демоны, я вот сделал на неё реакцию, смотрю. А то, что я делал реакции, у меня как-то не сходится. То есть, я посмотрел, и одной части не хватает. А потом оказалось, что я пропустил одну часть. Вот эту вот. Поэтому реакция, которую я недавно записал, она выйдет завтра, на когда пробуждаются демоны. На уже седьмую главу, вторую часть. А сейчас я сделаю для вас на первую часть. То есть, по сути, я вторую часть записал раньше, чем первую. Но я не сразу это понял, потому что всё неплохо так сходилось. Но, тем не менее, я надеюсь, что вам понравится. И это не ударит по вашему мнению, по поводу самих моих реакций. Потому что я особо так плохо не среагировал на той части. Просто не хочу, чтобы у вас как-то впечатление от этого ролика уменьшилось. Что ж, давайте-ка, что ли, начнём. А то я рассусоливаю тут и рассусоливаю. Позже мы снова вместе, грёбаный бес. Забери свой мусор. Скажи спасибо, неблагодарная малявка. Одержимость очень изматывает. Это был твой первый раз. Я вообще удивлен тем, что ты не упала в обморок. Ну да. Не волнуйся, ты в безопасности. Мы вылечим тебя, дорогуша. Абигейл, спасибо, что спасла её. Главное, вылечите её рану, и она будет в порядке. Формион. Почему ты не вылечишь её? Я могу использовать исцеление один раз в день. И я уже использовала его на пинке. А, окей. По сути, ребят, в следующей реакции, которая выйдет завтра, я сказал по поводу того, что там будет файт. Ну, типа, остался единственный файт. Типа, Бафомет и Дёрпи. Но я вижу, что Дёрпи вылечена. Всё с ней нормально. Так что, не обращайте внимания на эти слова в той реакции. В битве было рискованно, Абигейл. Тебе следовало сказать мне. Я позволила Формиону войти в мой разум, а не тебе. Пойду избавлюсь от клонов. Ненавижу видеть тебя мёртвой. Ты знала это? Да, с самого начала. Абигейл пустила меня в свой разум и объяснила мне, что будет делать. Формион, Диката говорила правду. Пинки была бы полезнее тебе, чем я. Возможно. И почему тогда ты не дала это Пинке? Я могу заключать союз только с Пони. И у Пинки нет того, что необходимо для эффективного использования моей силы. Кроме того, пока Абигейл здесь, ты больше, чем твои друзья, рискуешь закончить свою жизнь в невероятной мучительной агонии. Это потому, что она ненавидит единорогов. Но что насчёт Рарити? О, она будет в порядке. Я тебе потом расскажу. Окей. Испепелила собственное тело? Она делает, избавляется от тел. А почему бы ей не избавиться от этого? Боюсь, она хочет использовать его для чего-то. Простым заклинанием она испепелила тела. От них ничего не осталось. Теперь, обладая силой Гекаты, она стала ещё сильнее. Поэтому не советую испытывать её избегать. Ты серьёзно? Твайлайт, Твайлайт! Спайк? Что ты здесь делаешь? Я же сказала тебе оставаться в сахарном уголке. Прости, но тут срочное сообщение от принцессы Селестии. А что тут произошло? О, привет, милая очаровашка! А, что ты? Я бомби. Так бы съел тебя целиком, мой сладкий. Селестия беспокоена побегом Амдустаса. Похоже, все пони-кантерлоты отошли от того странного сна. Принцесса Луна, один королевский страж и ещё трое кантерлотских пони пропало. Один страж погиб. Мы знаем, что произошло с пони. Но что насчёт принцессы Луны? Не беспокойся, она вернётся в замок в целости и сохранности. Вам не следует волноваться об этом. Кое-что неизмеримо худшее приближается. И если вы не желаете смерти ещё большему количеству пони, вам следует приготовиться. Остановить Бафомета будет непросто. Эй, Бакван, ты должен рассказать мне, что за сюрприз ты оставил Бафомету. Мне тоже интересно. Сперва мы вернёмся в блядскую библиотеку. Там я вам расскажу всё, что касается моего побега. По поводу цензуры я так же сам и сказал, между прочим, в следующей части. Позднее. А то мне не совсем нравится, как они пытаются цензурить, хотя тут явно не зацензурить так. Так что в следующей части смотрите, что я скажу по поводу этого. И так как я представлял ему угрозу, я пообещал ему отойти от дела и не вмешиваться в его предприятие, если он освободит меня от моих уст. При помощи магии королевств? Ты имеешь в виду одну из книг? Нет. Магия королевств – это иные заклинания, но той же природы, что и книги. Они были созданы пони, сведущими в этой магии, принадлежавшие Надежде и Тимахпабу. А некоторые из них были созданы с помощью невероятно могущественных бесов. И в чём же тогда заключается предназначение королевств? Это вас не касается. Много лет я задавалась этим вопросом, но эту свою тайну они не хотят раскрывать. Пони Надежда и Тимахпаба унесли эту тайну с собой в могилы, так что не тратьте своё время, они вам ничего не скажут. Вот что я хотела бы узнать, так это то, кем был тот пони. Вероятно, это был один из наших изгнанников. Изгнанников? Иногда я изгоняла некоторых пони, совершивших ужасные поступки, и проклинала их, чтобы они не могли использовать заклинания книг. Этому пони каким-то образом удалось войти в Тимахпаб и использовать какое-то заклинание из книги королевств, которая поддерживала в нём жизнь. Теперь я хочу, чтобы вы собрали всех. Кого всех? Всех пони, которые будут сражаться вместе с нами. Абиген, все они уже здесь. Я не в настроении для твоих шуток. Он не шутит. Это всё, что у нас есть. Ты же знаешь, как я ненавижу шутки. А ты знаешь, что я не шучу. Ну, в общем-то, вот такая вот часть. Честное слово, я надеюсь, что ничего не будет с тем, что я записал сначала вторую часть, потом первую. Просто понимаете, суть в том, что я достаточно-таки долго рендерил видос. Около получаса это заняло, потому что я в Full HD его рендерил. Этот видос я, скорее всего, зарендерю в 720, чтобы поскорее можно было в OneMy его выложить. Так как уже 6 часов вечера. У меня ещё светло, так как лето. Но всё же мне надо выложить как можно скорее. Потому что, ну, во-первых, я хочу. Во-вторых, да, надо бы поскорее. Ну и, по сути, вы можете уже выключать видос, если вы не хотите смотреть дальше, потому что в любом случае я слышал такую тему, как я и говорил в прошлом видосе, в конце, что надо 10 минут всего для ролика, чтобы, ну, 10-минутные видосы выпускать, чтобы они чаще рекомендовались и так далее. Ну и, по сути, я ещё хочу вот что сказать. В начале вы наверняка вот видели такую вот плашку, где я типа сказал, что я хочу стать первым в пони-контенте, первым в аниме-контенте, тот, кто наберёт миллион подписчиков. Это так. Я не собираюсь менять контент на аниме, а я собираюсь, собственно, разбавлять его. Я не хочу поступить так же само, как Дик, когда-то поступил. То, что он забросил одну тематику, а сразу перешёл на другую. Я так поступлю только в том случае, если я увижу, что пони-контент мне вообще ничего не будет давать. Но, тем не менее, я хотел бы стать действительно первым деятелем, который с помощью аниме-контента, с помощью пони-контента смог бы добиться такого числа. И я надеюсь, что с помощью вас я смогу это сделать, такой, скажем, для вас челлендж. Смогу я или нет, уже будет зависеть от вас. От того, насколько чаще вы подписываетесь на мой канал, насколько чаще вы смотрите мой канал, насколько чаще вы рекомендуете мой канал, там, поделиться в социальных сетях, либо создавая записи с моими видеороликами у себя в сообществе, если у вас больше 2000 подписчиков, потому что, по-моему, от 2000 подписчиков можно только вот получить себе доступ к сообществу канала. Так что, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Fluttergreen. Всем удачи. Всем пока.